Сама история института длиной в 95 лет – лучшая характеристика коллектива ученых, людей, мужественных, талантливых, настоящих патриотов Родины. Они сумели преодолеть военную разруху, лишение 90-х годов, при минимальной поддержке государства удержали лидерские позиции, оставаясь форпостом страны в обеспечении продовольственной безопасности. На этом уникальном овощном вернисаже каждая культура достойна отдельной коды. Все это богатство выращено на Одинцовской земле. Открытия ученых описаны в многочисленных трудах, начиная с 20-х годов первых экспериментов коллектива Грибовской опытной станции под руководством профессора Жигалова. Тогда на рынке хозяйствовали иностранные компании, и отсутствие отечественных семян грозило России голодом. Выстояли. Коллектив фанатов, одержимых научными открытиями, создал уникальное учебное наследие преемникам. У нас, например, пользуется спрос монографии нашего директора «Овощи России». Она пользуется спросом у студентов, но когда вышла из печати, у нас студенты этими рязиками закупали ее пачками, упаковками. В институте бережно хранят традиции. Ни одно торжество здесь не проходит без подъема флага, института и исполнения гимна. Флаг поднять было доверено профессору Сергею Надежкину, заместителю директора института по инновационной деятельности, и Дарье Шумилиной, кандидат наук, работает над проблемой ускоренных методов селекции. Поздравить ученых с 95-летием приехали коллеги, директора многих российских институтов, известные академики, государственные деятели, гости из Белоруссии и Болгарии. За 95 лет учеными в НИИСОК, говорит в приветственном слове директор Виктор Пивоваров, создано более 850 сортов и гибридов, из которых 561 включены в госреестр селекционных достижений Российской Федерации на 2015 год. На трибуне Владимир Кашин, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Не случайно орден Трудового Красного Знамени на знамени вашего института – это выдающееся событие. 70-й год – это особый подъем развития науки. И именно в соревнованиях, исходя из достижений и не только в селекции генетики, но и в целом его внедрении в производстве и прикладной науки, вы получили этот уникальный орден, которым можно и нужно гордиться. Владимир Иванович привез на конференцию огромное количество наград, благодарностей, грамот, но по числу отмеченных героев дня на первом месте был глава поселения «Лесной городок» Альберт Алябьев. От родной администрации корзина цветов и 200 благодарственных писем, почетных грамот жителям, эффективным управленцам. Желаю вам здоровья, счастья, добра, уюта. Пусть ваши мечты превратятся в планы, а эти планы сбудутся на благо нашей великой Родины. Спасибо вам огромное. На все поздравления лауреат государственной премии, директор института с 20-летним стажем, ответил приглашением. Уважаемые коллеги, в глубине души я надеюсь и верю, что через пять лет наш институт, пусть в новом качестве, будет отмечать свой 100-летний юбилей. И заранее хочу пригласить вас всех, может быть, в том же или еще более расширенном составе, отметить и это знаковое будущее мероприятие. В 2015 году институт получил новый статус – Федерального научного центра, объединившего несколько исследовательских научных учреждений «Большому кораблю – большое плавание». Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова».